Добрый день! В эфире телеканала CBC передача «Финтаймс Карбарен» в суде Салатен Мирзаева. Сегодня мы обсудим расширение экономических отношений в регионе Центральной Азии и соседних странах. В этом году ожидается возвращение коренных жителей в освобожденный от оккупации азербайджанский город Джибраил. На данный момент в центре города ведется строительство 33 жилых домов. Об этом сообщила Служба реставрации, строительства и управления номер один Восточно-Зангизурского экономического района. В строящемся в Джибраиле жилом комплексе в общей сложности будут сданы 712 квартир в четырех пятиэтажных домах. После завершения строительных работ, которые запланированы на текущий год, сюда смогут переехать 2158 бывших вынужденных переселенцев. Возведение жилого комплекса ведется Государственным агентством жилищного строительства Азербайджана. Также на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана активно продолжается восстановление инфраструктуры, необходимой для обеспечения достойных условий жизни граждан. В частности, возобновляется работа почтового сервиса. Так, подводя итоги прошлого года, глава Азербайджана, Иси Мустафаев, сообщил, что создается филиал в Хангенди, определяется административное здание для организации почтовых услуг в городах Шуша, Лачин, Ходжавянт и Аскеран. Начиная с 2020 года в деоккупированных районах запущены почтовые службы в Гадруте, Джоджукмарджанлы в селе Агалы Зангеландского района. В целом же за прошедший год Азербайджан получил операционную прибыль в размере 11,5 млн манатов. Чистая прибыль составила 4,6 млн манатов. За год доходы и расходы увеличились примерно на 10%. А теперь перейдем к обсуждению актуальных тем дня с гостем нашей студии, генеральным секретарем Европейско-Узбекской ассоциации по экономическому составляющему. Добрый день, господин Шайхов. Здравствуйте. Хотелось бы нашу беседу начать с визита узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Китай, где в частности были достигнуты договоренности в сфере экономики. Вот как вы оцениваете данный визит и какие соглашения, на ваш взгляд, стоило бы особо подчеркнуть? Ну, действительно, данный визит является знаковым, потому что подписано огромное количество соглашений Узбекистаном с Китайской республикой. У нас в последние годы вот это отношение стран в экономической сфере значительно наращивалось. Сейчас мы говорим, вот я смотрю на цифры, да, уже мы имеем 500 проектов и порядка 56 миллиардов долларов, которые реализуются между двумя странами на сегодняшний момент на стадии реализации. Китай в каждом регионе практически Узбекистана имеет инвестиции, имеет проекты, в основном это возобновляемая энергетика, что особо, конечно, хочется подчеркнуть, и химия. Вот в текущих экономических условиях особенно важно развитие производственного сектора. Китай открыто показывает свое намерение еще больше вкладываться в развитие промышленных предприятий в Узбекистане. И тут речь идет не только о сырье, но и зеленой энергетике, как вы тоже подчеркнули. Между тем, в мире бытует мнение, что развитие китайских предприятий на территории других стран является экспансией. Но сейчас при участии инвестиций с КНР в странах Центральной Азии создается множество предприятий-резидентов. Вот на ваш взгляд, могут ли они в будущем служить своего рода трамплином для беспроблемного выхода китайского капитала в глобальную экономику? Ну, давайте, наверное, начнем с того, что, в принципе, китайский капитал, он значительно присутствует в глобальной экономике. Если мы особенно говорим о странах Азии, если мы говорим о странах Центральной Азии, то Узбекистан, ну и, наверное, Туркменистан являются партнерами Китая в меньшей немного сфере, чем другие страны. Но, тем не менее, действительно, подход Китая к созданию совместных предприятий в Узбекистане, в частности, возможность привлечения больших и относительно дешевых кредитных линий для инфраструктурного развития внутри Узбекистана является ключевым фактором для развития постепенного, последовательного, но и ускоренного развития узбекской экономики. И, соответственно, узбекская экономика сейчас очень быстро развивается. Мы видим, что очень высокая нагрузка идет на инфраструктуру внутри страны, и Узбекистан пытается всеми способами максимально нарастить темпы промышленного производства, да, но и в том числе промышленной инфраструктуры, такой, как мы упомянули, зеленая энергетика. И, соответственно, потребность с развитием экономики очень высокая. Собираемые автомобили китайские в Узбекистане, они, конечно, настоялены в первую очередь на узбекский рынок, но и на рынок Центральной Азии потенциально, да. Если мы говорим о экспансии дальше, то это сложно пока что-то об этом сказать, хотя первым, как раз, возможно, рынком за пределами Центральной Азии как раз будет Азербайджан. В том числе мы хотели бы затронуть с вами развитие транспортного потенциала в Центральной Азии, который активно развивается в последнее время. Вот на следующей неделе в Брюсселе состоится инвестиционный форум, где будут обсуждаться маршруты между Центральной Азией и Европой, в частности, транскаспийского маршрута, среднего коридора именно в европейском направлении. Речь пойдет о цифровизации, модернизации и других темах. Однако не слишком ли рано, не слишком ли переоценена роль ЕС в этом отношении, учитывая, что страны по данному маршруту, включая Азербайджан, вполне успешно модернизируют транспортные пути своими силами. И более того, учитывая нынешнюю зависимость Европы от этих цепочек поставок, что Брюссель должен предложить странам региона, чтобы повысить их интерес к сотрудничеству? Ну, смотрите, в первую очередь, конечно, роль Европейского Союза в среднем коридоре это рынок потребления. То есть мы говорим о рынке в 440 миллионах потребителей. И, соответственно, конечно, в первую очередь это в том числе и китайская продукция, в первую очередь, наверное. Но возможность среднего коридора, который представляет для стран Центральная Азия, это как раз по этому пути найти новый способ доступа к вот этому огромному рынку сбыта. И, конечно, Азербайджан является абсолютно ключевой точкой, в частности, порт Баку. На следующей неделе действительно в Брюсселе состоится инвестиционный форум по взаимосвязанности. Здесь будет присутствовать руководство порта Баку. И на узбекской национальной сессии, которую я тоже буду модерировать в понедельник, там тоже будет управляющий операционный директор порта Баку как раз говорить о взаимосвязанности между Центральной Азией, Азербайджаном и Европейским Союзом. Но когда мы говорим о инвестициях из Европейского Союза, то, конечно, ЕС как рынок сбыта заинтересован в этом. Несомненно, что страны Центральной Азии смогут модернизировать свою инфраструктуру, создать новую транспортную инфраструктуру и без участия компании Европейского Союза. Но когда мы говорим о технологиях, когда мы говорим о опыте больших международных транспортных компаний, которые участвуют в этих проектах, участвовать будут и уже участвуют, это, конечно, несомненно, огромная добавленная стоимость. И мы видим то, что многие глобальные транспортные компании именно являются европейскими. И, соответственно, их роль и участие и в качестве клиента этих портов и этой инфраструктуры является важной частью развития среднего коридора. Позвольте затронуть еще одну тему, это развитие транспортных и торговых отношений между Ираном и Турцией. Вот вчера состоялась встреча лидеров двух стран, где говорилось о намерении создать зоны свободной торговли при граничных провинциях. Интересно, насколько выиграют страны Центральной Азии и Каспия от планов Ирана и Турции усилить экономическое взаимодействие и как это может повлиять на страны Ближнего Востока? И еще один вопрос, что предполагается создать выход в Европу. Нуждается ли в этом Иран или Европа? Иран, конечно, находится в сложной ситуации, потому что они, соответственно, под санкциями, у них есть огромное количество ограничений в торговле. И их стратегия на сегодняшний день очень хорошо завязана на том, что присутствие усиления взаимодействия как с Турцией, так и со странами Центральной Азии и Каспия. И мы видим, конечно, что последние годы Иран действительно с точки зрения новых транспортных маршрутов, мы постоянно видим новые усилия, новые возможности, которые открываются для стран-партнеров, непосредственно граничащих с Ираном. В первую очередь, конечно, это Турция. И создание зон свободных торговли, это всегда хорошо, это всегда полезно, но в первую очередь, конечно, для стран, на которых эти зоны торговли непосредственно находятся. То есть, если мы говорим о выгоде этих зон непосредственно для третьих стран, стран Центральной Азии и Каспийского региона, сложно сказать, что есть какое-то прямое или краткосрочная выгода. Но когда мы говорим о том, чтобы это был прецедент, то есть сегодня создается здесь, и если это успешный кейс будет, то завтра, соответственно, это будет дублироваться, копироваться и будет уже успешным прецедентом с другими странами, с которыми Иран граничит. И то же самое для Турции. И этот же пример может быть завтра и для Узбекистана и Азербайджана, когда на сегодняшний день уже Узбекистан обсуждает то, что он будет взаимодействовать с портом Баку и будет оператором некоторых инфраструктурных объектов на порте Баку. То есть следующий логичный шаг, это как раз создание зоны свободной торговли в порту Баку с Узбекистаном. Но опять же, это не на столе, пока мы об этом не говорим, но уже можно прогнозировать, что это будет следующим шагом, если будет этот проект успешным. Спасибо большое, что осветили наши вопросы. Всего доброго. До свидания, господин Шайхов. На подключение к нашей студии был генеральный секретарь Европейско-Узбекской ассоциации по экономическому сотрудничеству Ойбек Шайхов. А мы продолжаем. Со второй половины текущего года в действие вступит утвержденный президентом Азербайджана Ильхам Амалиевым указ, определяющий действия кодекса конкуренции. Он формирует правовое поле деятельности предпринимателей с точки зрения создания здоровой конкуренции, защиты прав потребителей и повышения качества продукции и услуг. Будут подготовлены перечень субъектов естественных монополий и правила проверок субъектов рынка. Также должен использоваться порядок расчета границ, объема, структуры и доли участников конкретных рынков. По отзывам экспертов, цель кодекса – обеспечение равных возможностей для всех участников рынка. Также документ предотвратит монополизацию и злоупотребление доминирующим положением, создастся условия для инноваций и роста эффективности экономики. Ожидается, что внедрение кодекса конкуренции будет способствовать улучшению делового климата, привлечению инвестиций и ускорению экономического роста. Подтвержденный закон является главным располагающим для защиты прав потребителей с точки зрения наращивания качества продукции, товаров и услуг, что, соответственно, также имеет большое и неволажное значение для развития свободного предпринимательства, так как рыночный механизм учитывает свободу предпринимательства, и, соответственно, это направлено на развитие микро, малых, средних, крупных предприятий. Для того, чтобы нарастить выпуск продукции, тем самым внешнеэкономическую деятельность для торговли товарами, которые на мировом рынке будут запрограммированы своей качественной продукцией, и, учитывая мировой процесс, это прежде всего также направлено на усиление рычагов научно-технического прогресса с точки зрения инновационной деятельности, так как здесь отрагивается качество. Таким образом, конкуренция – это главный располагающий побудитель активизации экономической деятельности для развития предпринимательства, свободного предпринимательства. Правовая база развития предпринимательского сектора в Азербайджане приобретает особое значение в свете наращивания внешнеторговых отношений и повышения экспортного потенциала. Эксперты считают, что кодекс конкуренции стимулирует предпринимательский сектор как субъект хозяйствования на рынке, а также способствует созданию здоровой конкурентной среды, основанной на рыночном механизме, с учетом спроса, предложения, цены и конкуренции. Конкурентоспособность, естественно, она сполагается на рыночный механизм, с учетом спроса, предложения, цены и конкуренции. Соответственно, надо сказать, что главной особенностью на сегодняшний день является стимулирование предпринимательского сектора как субъекта хозяйствования на рынке. И таким образом, надо сказать, что фактически утверждение государственного регулирования добросовестной конкуренции за соблюдением добросовестной конкуренции является осполагающим для того, чтобы нарастить права и обязанности субъектов предпринимательского сектора. Последние годы в Азербайджане предпринимаются активные меры по возрождению отечественного коневодства. Важным звеном данного процесса является строительство центра племенного коневодства. Конный завод в Агдаме будет служить базой для разведения, обучения и подготовки племенных лошадей карабахской породы. Подробности о деятельности завода в следующем сюжете. Азербайджане является родиной одной из самых известных и популярных пород лошадей – карабахской. Она отличается своей красотой, грацией и вносливостью. К сожалению, карабахская порода лошадей оказалась на грани исчезновения после оккупации Агдама в 1993 году. Именно здесь, с 1949 года, стоял Агдамский конный завод, где разводили лошадей карабахской породы. С 1994 года их перевели на территорию Хамторбак в Акджавиди. Несмотря на все трудности, карабахских скакунов удалось сохранить до сегодняшнего дня. И в последние годы государство предприняло серьезные шаги по возвращению былой слова азербайджанских коней и обеспечению развития коневодства в стране. В 2022 году заложен фундамент будущего центра племенного коневодства в селе Эйвасхамбели Агдамского района. Строительство конезавода продолжается. И после того, как он начнет работать, здесь будут разводить породистых лошадей. Вопрос закладки фундамента конного завода в Агдаме был для нас очень важным. Это связано с тем, что все, кто занимается коневодством, знают, родиной карабахской лошади является Агдамский коневодческий центр. И возрождение этого центра является одним из факторов развития этой породы лошадей и коневодства в Азербайджане в целом. В настоящее время в Агджабиде действует коневодческий комплекс, и здесь разводится наибольшее количество карабахских лошадей в Азербайджане. А открытие второго центра приведет к улучшению карабахской породы лошадей. Деятельность этого завода рассматривается как очень позитивный для нас момент. И там планируется разводить элитных лошадей. Специалисты Агдамского конного завода старались сохранить племенной фонд. С 2007 по 2017 годы издано ряд указов и распоряжений, направленных на сохранение золотого запаса страны. А в 2018 году в Агджабидинском районе был открыт новый карабахский коневодческий комплекс. На территории площадью 35,5 гектаров восстанавливают лучший тип породы – легендарно выносливых, преданных, элегантных золотисто-рыжих лошадей. Именно здесь родился и вырос образцовый жеребец Шохрат, которого в 2022 году подарили королеве Елизавете II от имени президента Ильхама Алиева. «Если нам удастся вернуть карабахской лошади прежнюю репутацию, и лошади карабахского завода будут выставляться на выставках за пределами Азербайджана, это станет фактором, влияющим на экономику Азербайджана в будущем. Думаю, что развитие коневодства не должно проходить только в одном регионе, но и идти в других. В то же время другая наша порода, дельбас, будет развиваться такими же темпами. В настоящее время в Акстафе есть коневодческий комплекс, и в нём разводят этих лошадей. В целом, я считаю, что и карабахские, и лошади породы дельбас должны развиваться параллельно. В качестве Федерации конного спорта мы каждый год предпринимаем необходимые меры для развития обеих пород». Строительство центра племенного коневодства является важным шагом возрождения этой отрасли. Центр будет служить базой для разведения, обучения и подготовки племенных лошадей карабахской породы. Возрождение коневодства является не только важным фактором сохранения национального наследия Азербайджана, но и служит вкладом в развитие экономики страны. Азербайджанские лошади пользуются большим способом как внутри республики, так и за рубежом, что делает их ценным экспортным продуктом. Кроме того, развитие коневодства способствует созданию новых рабочих мест и развитию сопутствующих отраслей, таких как производство кормов, ветеринарное обслуживание и туризм. Турция не разорвала экономические и торговые отношения с соседним Ираном из-за санкций и не разорвет их в будущем. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайп Эрдуган на двустороннем бизнес-форуме, организованном в рамках визита в Анкару президента Ирана Эбрагима Раисей. Турецкий лидер напомнил, что между двумя региональными державами существуют глубокие связи и есть серьезный потенциал для развития экономических отношений. Это необходимо для прогресса и стабильности. В Турции полны решимости достичь цели торгового оборота с Ираном в 30 миллиардов долларов, указал Реджеп Тайп Эрдуган. В частности, на повестке дня стоит открытие новых пунктов пропуска между Турцией и Ираном. Продолжается работа над торговыми центрами, что должно ускорить экономическое развитие приграничных провинций обеих стран. По итогам визита президента Ирана в Анкару подписано 10 двусторонних соглашений, которые охватывают энергетику, свободные зоны, железнодорожный транспорт, взаимное признание водительских прав и ряд других вопросов. Доллар США будет стоить примерно 39-40 лир к концу текущего года, считает председатель Ассоциации банков Турции Аль-Паслан Чакар. На данный момент курс составляет 30 турецких лир за 1 доллар, что является новым историческим минимумом. Между тем, аналитики, которых опросил Центральный банк Турции на прошлой неделе, прогнозируют курс доллара к лире на уровне 40 лир и 63 к концу года. Годовая инфляция в Турции по итогам декабря прошлого года составила примерно 65%, а учетная ставка увеличилась на 2,5% пункта, составив 42,5%. Правительство страны ожидает, что к концу года инфляция снизится до 34%. Инфляция достигнет своего самого высокого уровня в мае и снизится. Я думаю, что нам никогда не следует торопиться с текущей политикой. Полагаю, инфляция снизится до 40-45%. Главное – снизить инфляцию до того, как она станет постоянной. Необходимо быть более осторожными и продолжать проведение и совершенствование текущей политики. За 11 месяцев прошлого года Кыргызстан экспортировал примерно 15,5 тонн золота на сумму 972 миллиона 800 тысяч долларов. За аналогичный отчетный период 2022 года продажа за рубеж данного драгоценного металла составила только 88 килограммов, стоимостью в 1 миллион долларов. Таким образом, объем экспорта золота за 11 месяцев увеличился в 175 раз. Больше всего драгоценный металл был экспортирован в Швейцарию – примерно 12 тонн 800 килограммов на сумму 807 миллионов долларов. Далее идут Гонконг – 1,4 тонны, Объединенные Арабские Эмираты – 1,3 тонны и Турция – чуть больше 5,5 килограммов. Продолжение темы. Переходя к обзору мировых рынков, отметим, что в сегменте торговли драгоценными металлами сейчас наблюдается небольшая понижающая динамика. Так, фьючерсы цен на золото потеряли 0,05% за последний торговый день и составили 2034 доллара 20 центов за тройскую унцию. Стоимость серебра также двинулась вниз, хотя и совсем незначительно – на 0,02%. Сейчас котировки серебра находятся на отметке 22 доллара 84 цента. Платина же, наоборот, демонстрирует подъем. Прибавив 0,05%, стоимость данного металла сейчас составляет 905 долларов 18 центов за тройскую унцию. Нефтяные цены умеренно поднимаются, продолжая начавшийся днем ранее рост, вызванный публикацией статистических данных о резком сокращении нефтяных резервов в США. В частности, стоимость мартовских фьючерсов на нефтеталонного сорта Brent демонстрирует скачок на 0,29%. И эта марка продается по 80 долларов 27 центов за баррель. Американская WTI поднималась быстрее – на 0,41%. И по итогам последнего торгового дня ее стоимость составляет 75 долларов 40 центов за баррель. Что касается азербайджанской нефти, то здесь, наоборот, прослеживается снижение цен на 1,28%. Отыгрывая глобальную динамику за предыдущие дни, Азерилайт накануне продавалась по 85 долларов 34 цента за баррель. В завершении рассмотрим текущую ситуацию на американских фондовых рынках, которые демонстрируют разноплановую динамику. В частности, индекс потребительского рынка S&P 500 повысился на 0,08%. Значение индекса бумаг высокотехнологичных компаний на стак двинулось вверх на 0,36%. Что же касается ценных бумаг промышленных предприятий, то характеристики «Дон Джонс» наоборот двигаются вниз, потеряв 0,26% за один торговый день. Ну что ж, на этом наш выпуск передачи «Финтаймс Карборен» подошел к концу. С вами была Салат Эн Мирзаева. Всего хорошего! Салат Эн Мирза.